В последовательности этой лекции о Куране хотелось бы привести слова в виде поэмы от имама Аш-Шатаби, которую он написал в книге «Хирзу-ль-Амани ва-ваджи-тахани», которая передает нам весь Куран в 1173 куплетах от семи курра, от семи часов имам Нафи, который жил в Медине, имам Ибн Кафир, который жил в Мекке, Ибн Амир Аль-Басри, Абу Амир Аль-Димашки, Хамза Асим Аль-Кисаи, которые были в Куфе. И хотелось бы из этих куплетов напомнить некоторые куплеты, о которых он написывает, какой должен быть чтец Курана, какие его цифаты должны быть, какой он должен быть, как он должен жить, и что его ждет в этой жизни, в загробной жизни Барзаки и в судный день, в нескольких куплетах. Конечно, всю эту красоту этих стихов, которые он написал, в 590 году жил имам Асалих, еще в 590 году по хиджре жил, никто подобного еще не написал касательно Курана, касательно Краатов, как сказал имам Аль-Джазари. После того, как он вознес хвалу Всевышнему Аллаху, и сделал салават за семейство пророка, где он сказал, и живут с Кураном. Постараюсь смысл его донести этих стихов, но Куран, вы знаете, он му'джиз, это чудо, и чудо его, то, что он на арабском языке, в этих стихах он сказал, Ветв к Аллаху, субханаху, это книга Аллаха, если мы хотим к нему обратиться, то обращаемся через его слова, через чтение Курана. И также усердствуй, о чтец Курана, усердствуй на шептывание шайтана посредство этого Курана. Как Аллах сказал в Куране, если вдруг шайтан тебе что-то приукрасил, внушил тебе в сомнении, какой-то назг в сердце, то прибегай к Аллаху, прибегай посредству Курану, и бери нравственность из этого Курана. То есть, как, когда Аллах, субханаху, описал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «О, Мухаммад, твой нрав великий», когда спросили его супругу Айши, рада Аллаху, когда ее спросили, какой же был нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на что она ответила, его нрав был Куран. Ахлик, возьми Ахляк, не бери с улицы, не бери от этого, не подорожай тому-то, возьми из Курана, подорожай посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи вассалям. И чтец Курана, Кари, он подобен, как сказал имам Шатаби, это опять же из хадиса взято, «Каль утруджи халейхи мурихан ва мукиля», подобно цитрусу, цитрусному фрукту, и запах у него приятный, если он следует Курану, мутамассик, держится за Куран, не просто читает Куран, а сам живет как хочет. Если живет по Курану, он подобно цитрусу, фрукту, а цитрус он вкусно пахнет, и на вкус тоже приятный. Также, он сказал, что тот, кто читает Куран, он свободный, как будто здесь имам Шатаби хочет сказать, это еще в 590 году, это почти 900 лет назад, до сих пор это читается, до сих пор все возвращаются в эту книгу, и он сказал, что тот, кто живет с Кураном, он свободный человек. Как будто он здесь хочет сказать, будь свободным, пускай тебя не соблазняет эта мирская обитель. Некоторые люди оставили Куран, оставили повеление Аллаха, соблазнились, пошли за кознью сатаны, за кознью шайтана. Если хочешь быть с Кураном, будь свободным. Если он будет привязанным исследовать Курану, до тех пор, пока он не достигнет до рожатин нубль, или не достигнет до смерти. Поклоняйся Аллаху, пока тебе не придет смерть.